МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...сильно доверяют и прислушиваются у нас здесь в Казахстане. Я думаю, что не только. В преддверии предстоящей самой, наверное, масштабной кинопремии «Оскар». Что вы можете сказать? Вы уже как-то для себя выбрали каких-то победителей? На кого вы делаете ставки? Во-первых, спасибо большое за теплые слова по поводу моего влияния как киножурналиста. Я, на самом деле, не величайший эксперт в стране, безусловно. Но пишу про кино, да, безусловно. И по поводу церемонии «Оскара» сложно делать вообще какие-то выкладки, потому что академики из года в год стараются соблюсти баланс между предсказуемостью, то есть логикой церемонии, когда какие-то картины должны быть, безусловно, награждены, или какие-то персоналии должны быть награждены, какие-то определенные люди, и одновременно сохранять некоторую интригу, да, чтобы церемония не стала уж совсем скучной и ожидаемой. Вот, поэтому делать какие-то прогнозы на церемонию этого года, которая состоится буквально на днях, да, то есть трансляцию на телеканале «Хабар» мы увидим уже в воскресенье, делать сложно. На самом деле у меня есть несколько фильмов, которым я желаю победы, но ручаться, что они эту победу одержат, я, конечно, не могу. Ну, например, какие? А какие вы смотрели? Дело в том, что, например, «Интерстеллар», да, безусловно, это такой фаворит прошлого года у кинозрителей, да, это кино зрелищное, да, то есть от известного киномастера, но при этом оно еще и, ну, кажется довольно небезмозглым, да, а у него на самом деле только технические номинации, по большому счету, то есть спецэффекты, какие-то такие вещи, то есть не режиссура, по-моему, сценарных номинаций. Я, извиняюсь, да, звук, наверное, что-то такое, да. К своему, как бы, ну, в смысле, к стыду, я не знаю, кто номинирован, вот, как лучший фильм. Какие фильмы? В этом году, там вообще интересная получается история, потому что некоторые картины номинированы, например, за лучшую режиссуру, но они выпали в номинацию на лучший фильм. А несколько лет назад, как мы помним, да, вообще количество картин, которые номинируются на лучший фильм, оно увеличилось. То есть, по-моему, до 2010 года, когда вот «Аватар» там лидировал в номинациях, там, по-моему, было всего лишь пять картин, и сейчас номинируется больше, то есть девять, десять иногда. В этом году, по-моему, самая большая ключевая номинация у фильма «Бёрдмен». Этот фильм показывался у нас, по-моему, вот в феврале. Как у нас прокат он назывался? Он так и назывался «Бёрдмен». Потому что это аллюзия, ну, то есть технически буквально он приводит как «Человек-птица», но технически это аллюзия на «Бэтмен». И, соответственно, как «Бэтмен» не переводился, так не переводился и «Бёрдмен». Я рекомендую, на самом деле, фильм, этот фильм, он является безусловным фаворитом в этой «Оскаровской гонке» этого года. У него, по-моему, девять номинаций у этой картины, да, то есть в том числе и базовые. То есть там есть номинация за актерскую работу, главную, да, это Мэри Киттон. Первого второго плана. Второго плана, да, Эдвард Нортон номинируется, это уже третья номинация Нортона. Дальше, по-моему, там есть номинации за сценарий. Иньориту, режиссер, который снял эту картину, номинируется на лучшего режиссера и так далее. А вообще, Мадди, чем вам нравится, в принципе, кинопремия «Оскар»? Ну, вообще, да, честно говоря, очень много кинопремий, как «Золотой глобус», «Оскар» и так далее и так прочее. Но почему-то «Оскар» считается самым престижным. Интересно, почему? Дело в том, что «Оскар» — это кинопремия американская, да. Американское кинопроизводство, мы сейчас не затрагиваем вообще там политэкономические какие-то вопросы, да, то есть роль гегемонии Америки в мире и прочее, прочее, прочее. Но дело в том, что американское кинопроизводство — это самое влиятельное в мире, да, это самое масштабное, это самое хорошо представленное в кинотеатрах и прочее. Если вы посмотрите, например, на своих телефонах, зайдёте на сайт с расписанием сеансов, вы увидите, что как минимум половина этих сеансов, а скорее всего большая часть, будет заполнена именно американскими картинами. Соответственно, то есть и Америка, опять же, американский, вот я имею в виду США, конечно, кинорынок, он является самым крупным вообще в мире. Ну что ж, друзья, раз мы начали говорить о кинотеатрах, о премьерах... А давай мы прервёмся на небольшой сюжет. И посмотрим трейлеры. Друзья, это программа «Жанга Кын» и у нас сегодня в гостях Мади Мамбетов, журналист и телеведущий. Мади, ещё раз доброе утро. Доброе утро. Мади, раз мы уже говорим об «Оскаре», о кино, о фильмах, вообще как вы относитесь к казахстанскому кино? К казахстанскому кино я отношусь, как и к любому другому кино, пытаюсь относиться объективно. Если есть хорошие фильмы, то они мне нравятся. Если фильмы не хорошие, то они не получат моей любви зрительской, просто потому что они казахстанские. Дело в том, что в нашей стране снимается масса фильмов, и они совершенно разные. Есть картины в лёгком жанре, есть серьёзные драмы, есть сильный арт-хаус, есть какие-то зрелищные зрительские фильмы, но критерий всегда один – это хороший фильм или это нехороший фильм. Причём эта оценка тоже субъективная на самом деле. Сложно сказать, что какой-то фильм хороший, потому что он грамотно снят, безупречно какой-нибудь сценарий или что-то ещё. Все эти вещи должны совпадать, но самое главное – он должен тебя цеплять, он должен оставаться в памяти. А какой ваш любимый казахстанский фильм? Какой вы можете порекомендовать? Из последних фильмов, которые я видел в последние несколько лет, у меня есть две картины, которые мне ужасно понравились. Но вряд ли вы их найдёте даже на DVD, потому что, к сожалению, «Казахфильм» не выпускает такие фильмы на домашнем видео. Это «Хозяева» Дельхана Ержанова, это, на мой взгляд, очень мощная работа, которая сильно поляризировала зрителя. Многие зрители просто наотрез не восприняли эту картину, сочли её трэшевой, сочли её безвкусной, сочли её какой-то непонятной или просто плохо снятой. А кто-то, я в том числе, считаю, что в этой картине очень мощно показан современный Казахстан, то общество, в котором мы живём. И, в принципе, такой же по схожему посылу, это фильм Эмира Байгазина «Уроки гармонии». Причём эта картина, в отличие от «Хозяев», она снята, конечно, великолепно именно в технической. То есть операторская работа, Азиз Жамбакиева не зря получила награду на «Берлинале», да, то есть это фильм, который снят с изумительным вкусом. То есть всё, построение кадра, цветокоррекция, всё остальное там идеально. Но кроме всего прочего, в «Уроках гармонии» ещё и мощнейшая драматургическая основа, там мощнейший сценарий, отличные актёрские работы. Если вдруг вам удастся, потому что эти фильмы нет-нет, их показывают, делаются какие-то специальные показы, обязательно посмотрите, мне кажется, вам ужасно понравится. Хорошо, спасибо большое. Мадия, а вообще, на ваш взгляд, какое будущее у казахстанского кино? Есть ли вообще шанс попасть на ту же самую престижную кинопремию «Оскара»? Как вы думаете, прозвучит ли казахская фамилия, имя какого-нибудь актёра на этой престижной кинопремии? Нет, ну надо начать хотя бы с режиссёра, потому что как иностранный фильм. Ну и режиссёра, ну вообще я имею в виду. Вы же сами актриса. Да, и он актёр. И вы актёр, правильно? И поэтому вы упомянули актёра в первую очередь, да? Он упомянул, эгоист. А теперь понимаете, что нужно всё-таки... Надо начать сначала с фильма. Вы знаете, я полагаю, что на самом деле у казахстанских фильмов и есть возможность уже сейчас попасть на «Оскар». К сожалению, у нас люди, которые отвечают за выдвижение картины на «Оскар», ведут себя достаточно странно. Если бы уроки «Гармонии» со временем были выданы на «Оскар» два года назад, то я полагаю, этот фильм попал бы точно в шорт-лист, как минимум. Потому что эта работа на самом деле заслуживающая внимания и пристального внимания кинопчестности мировой. То есть, к сожалению, я считаю, что эта проблема даже не с тем, что у нас не хватает хорошего кино. Проблема с тем, что его не умеют правильно продвигать. То есть уже сейчас есть картины, которые можно было бы выдвигать на «Оскар» и стоило бы. Но, к сожалению, такая история ещё не случилась с нами. Но я уверен, что это не за горами. Спасибо. Спасибо, Мади, на самом деле, за такую интересную беседу. Мы хотели бы вас попросить что-то пожелать нашим телезрителям и напомнить о том, что буквально на днях мы будем смотреть самую интересную кинопремию. Самую важную кинопремию года. Спасибо большое, что пригласили меня. Очень рады побывать в вашей студии. И, дорогие телезрители, желаю вам удачного дня. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была похожа на хорошее кино и заслуживала «Оскара». Мадис, спасибо вам огромное, что, несмотря на то, что вы «Сова», пришли к нам в студию, мы желаем вам всего самого наилучшего. Мы желаем вам написать сценарий, и чтобы вы поняли, что это ваше. Спасибо большое. А нам желаем сыграть потом по этому сценарию. У меня уже есть доктора. Спасибо вам большое. А мы напоминаем, что сегодня в студии у нас был журналист и телеведущий Мадим Амбетов.